Старые скандалы по новому сценарию. Французские СМИ накопали, что кандидат в президенты Франсуа Фион намного раньше трудоустроил свою жену, чем предполагалось еще в начале 80-х, причем с зарплатой втрое выше минимальной. Добьет ли очередной скандал рейтинг политика и как обстоят дела у его конкурентов? Елена Абрамович расскажет подробнее. Пенелопа Гейт обрастает все новыми фактами. Франсуа Фион оказывается намного ранее, чем думали. Еще в 1982 году помог своей жене трудоустроиться. Об этом сообщило французское сатирическое издание Le Canard. Политик пристроил свою вторую половину в Министерство обороны на зарплату 6 тысяч франков. Трое выше минимальной. На очередной вопрос журналистов о новых зацепках в этом деле Фион ответил категорически. Больше никаких комментариев. Я не буду подпитывать эту серию клеветы с откровениями 36-летней давности, которые тщательно сливают разные госведомства всего за 10 дней до выборов. Раньше Фион на обвинение в трудоустройстве семьи отвечал, что не видит в этом проблемы. Сейчас против него ведутся расследования. Жена Пенелопа пару лет назад разоткровенничала с журналистами, что на самом деле на работе не появлялось. После публикации архивной видеозаписи Франсуа Фион опустился в рейтингах с первого на третье место. А на днях вообще вылетел из тройки лидеров. Его подвинул крайне левый Жан-Люк Меланшон, которого сейчас особо активно стали критиковать все конкуренты. Если посмотреть на программу Жан-Люка Меланшона, она нереалистична, в какой-то мере даже опасна на международном уровне. Он предлагает мир, но на самом деле его предложение – это устройство мира по схеме Путина. Он хочет мира путем разоружения страны во время наивысшей угрозы терроризма. Кандидаты в последние недели предвыборной кампании обвиняют друг друга с особым рвением. Так Макрон назвал троих соперников очарованными Путиным. Фион тоже вспомнил о России и обозвал ультраправую Марин Ле Пен русской матрешкой. А проевропейского Макрона – наследником нынешнего президента Франсуа Оланда. Сам Оланд, который старается вообще не комментировать кампанию, тоже не сдержался. «Все это плохо пахнет», – заявил он в ответ на прогнозы, что во втором туре могут оказаться не Макрон и Ле Пен, а уже Меланшон и Ле Пен. Чтобы в финал не вышли два евроскептика, центристы Эммануэля Макрона публично поддерживают все больше европейских политиков. Из последних – министр финансов Германии. Французские выборы – дело нешуточное. Из 11 кандидатов – 7 за выход Франции из НАТО. Чуть менее обещают покинуть Евросоюз. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.